Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема – это набор текста в текстовом редакторе. Для работы с текстом предусмотрены специальные программы, которые мы называем текстовыми редакторами. Текстовых редакторов много. Одним из распространенных текстовых редакторов является Word и WordPad. Текстовые редакторы необходимы для работы с текстом. Текст – это несколько предложений, связанных между собой по смыслу. Работу с текстом в текстовых редакторах можно разделить на 4 группы – ввод текста, печать текста, форматирование и редактирование текста. Разберем с вами основные понятия, возникающие при вводе текста. При работе с текстом часто используются понятия символ, курсор и указатель мыши. Рассмотрим их по отдельности. Символ – это каждый знак, находящийся в тексте. Под символом понимаются все буквы, цифры, знаки припинания. При нажатии на любую из клавиш клавиатуры на экране появляется символ. Символы можно форматировать, то есть менять их внешний вид. Среди основных свой символов можно выделить шрифт, размер, начертание и цвет. Курсор – это вертикальная мигающая черточка на рабочем поле текстового редактора. При наборе текста новые символы появляются на месте курсора. При этом сам курсор сдвигается вправо. Указатель мыши – это значок, появляющийся на экране в виде стрелочки, указывающий на расположение мыши. По стандарту указатель мыши обозначается в виде стрелочки, но пользователь по желанию может поменять этот значок. На компьютере можно набирать тексты на любом языке. Для этого перед началом работы нужно сообщить компьютеру, на каком языке будет вводиться текст. Рассмотрим алгоритм выбора языка для ввода текста с клавиатуры. В правом нижнем углу рабочего стола выбираем индикатор языка клавиатуры. Устанавливаем указатель мыши на нем и щелкаем левой кнопкой мыши. Выбираем нужный язык из появившихся списка. В результате этих действий клавиатура перейдет на выбранный язык ввода. При наборе текста на клавиатуре пальцы должны правильно лежать на клавишах. Пальцы левой и пальцы правой руки должны располагаться над соответствующими клавишами. Большие пальцы обоих рук над клавишем пробел – Space. Такое расположение пальцев позволяет, не глядя на клавиатуру, набирать текст. Как мы видим из рисунка, соответствующие пальцы должны располагаться на определенных кнопках, а большие пальцы – на клавишах пробела. Спасибо за внимание. До свидания.